Друзья, привет! Сегодня хочу вам рассказать, что нужно начинающему кондитеру, какой инструмент приобрести. А для начала подпишите, будет много интересного и полезного. Для начала, конечно же, вам понадобится рабочий инструмент, который будет нам помогать. Это миксер. Если у вас нет планетарного, это не значит, что нужно бежать за ним и покупать. Достаточно на первое время будет ручного миксера. Ручной миксер я рекомендую брать мощностью не меньше 500 Вт. И вот с такими плоскими венчиками, не со жгутиками. Они прослужат намного дольше и взбивают намного эффективнее. Но если у вас есть старый мамин миксер, не спешите бежать за новым. Мамин прослужит очень долго. Дальше, конечно же, вам нужны будут кольца для выпечки. Но не спешите покупать столько, сколько у меня еще успеете. Самые популярные диаметры это 16 и 18 сантиметров. Для начала можете взять какой-то один диаметр. По высоте колец я рекомендую взять сразу повыше. 10-12 сантиметров. Не берите низкие. Вам пригодятся в будущем высокие. Я потому что покупала вначале низкие. Потом пришлось покупать высокие. Поэтому сразу, если возьмете повыше, сэкономите. Также вам понадобится разъемное кольцо. Они обычно идут до 32-36 сантиметров. Печь я в них не рекомендую. Они не всегда имеют ровную форму. Но очень пригодятся для сборки тортов. Дальше идут все различные спатулы, палетки, шпатели. Я рекомендую сразу покупать вам, если вы решили серьезно заняться кондитерским делом, покупать все в металле. Это самый прочный, самый качественный инструмент. И работать с ним удобно. И работу делает он на 100%. Шпателем мы выравниваем торт. Палетками тоже можно выравнивать торт. Также заглаживать края, уголочки. Они есть разных размеров. Есть ровненькие, есть изогнутые. Дальше вам понадобится столик для выравнивания торта. Можете взять для начала пластиковая бюджетная версия, а потом уже приобрести металлический. Ну и конечно же вам понадобятся весы. Точность в нашем деле очень важна. Вот и все. Я вам рассказала про инструменты, самые важные для начала. А про мелочь расскажу в следующем ролике. Редактор субтитров А.Семкин